Добрый-добрый день! Вас приветствую всех! Хотела бы сегодня вам рассказать о новом аккаунте. Аккаунт у нас по растениям сегодня вступает в работу. И это не просто так нововведенная тема. Тема достаточно глубокая. Мы ее будем с вами изучать, будем проходить и практики, и взаимодействие с растениями будем изучать в виде телепатического языка, в виде состояния знаний будем получать разные формы настроек, определять в своих полях. Тут, в общем-то, работа такая достаточно глубокая. И хамиля нам определила время, когда нам нужно запустить эти знания, запустить в том числе и аккаунт новый, который на сегодня имеет место быть. Он рожден сегодня. Сегодня познакомлю вас с нашим проводником аккаунта по растениям. И, соответственно, будем с вами дальше изучать этот растительный мир. Ведь растительный мир – это в первую очередь наша основа. Это не просто так созданное природное состояние для нас. И в этом есть определенная глубина. Наша задача – получить эти знания, открыть всевозможные ресурсы, которые может нам выдать растение, и, соответственно, для себя открыть этот потенциал возможностей. Ну и, конечно же, дальше модернизировать свои системы, расти в этом опыте и, соответственно, сотворять. Соотворять что-то новое, помогать себе все для того, чтобы получать результаты, проходить качественную жизнь и для тела, и для эмоциональных составляющих, и для осознанности. И, конечно, здесь очень важную роль имеют знания. Поэтому мы с вами будем открывать эту форму знания за счет тех вопросов, которые вы в первую очередь задаете, за счет того, чтобы нам вообще прийти к новым возможностям понимания вообще этого мира. Будем с вами расти в этом. В этом то, что нам дается природой, то, что нам дается сегодня в растительном мире, и в питании, и в эмоциональном содержании, и в осознанности себе помогать, проявляя эти знания. Сейчас я присоединю нашего нового проводника, Алену. Выходи, Ален, добрый-добрый день. Добрый день, Ирина. Давайте с вами знакомиться. Представьте, пожалуйста, аудитории. Алену вы все знаете, она у нас проводник женского аккаунта. Вы уже знакомы, кто уже в практиках и кто интересуется женскими энергиями, женскими практиками. Алена, расскажи мне, пожалуйста, вообще о себе, как ты вообще соприкасаешься с растением, почему ты выбор такой в академии решила поучаствовать у нас. Мне очень приятно, что ты решила взять на себя такую функциональность, потому как вижу, как ты вообще, в принципе, растёшь и в эгрегоре, и даёшь знания очень такие приемлемые, активные, очень качественно производя. Молодец, спасибо тебе за это большое. И сейчас наша задача с тобой вместе, и задача Хамелия, открыть всевозможные знания, именно всё, что касается растительного мира. Вот просто ты мне расскажи, как ты вообще на сегодня взаимодействуешь с растительным миром, на какой стадии ты. Вот я, например, могу со своей точки зрения сказать, я сейчас вижу более яркие, проявленные такие сочные краски природы. Это наблюдаю на протяжении, наверное, после перехода, стало больше ощущать по запаху, по вниманию, больше как-то времени определять, да, внимание своё на растительный мир. Соответственно, вкусовые качества тоже произрастают в новую какую-то оформленность, пока наблюдаю, но при этом хочется сказать, что действительно вот этот красочный мир, особенно в осенний период времени, растительный мир, он действительно очень-очень красивый. И я раньше этого не замечала, возможно, в связи с тем, что вибрационное поле по-другому работало. Сейчас действительно ресурс наработки вообще у каждого человека другой, и, соответственно, возможности другие, глубина другая в познании. Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты вот на сегодня вообще ощущаешь себя в этом растительном мире, и как ты взаимодействуешь? Да, Арина, спасибо огромное вообще за возможности, которые вы нам даёте расти, учиться, узнавать глубину вообще этого мира. И для меня, наверное, как и для многих, растительный мир, он с самого детства как-то проявлялся, раскрывался. Хотелось каждую травиночку потрогать, каждую веточку подвязать, если она поломалась, и до сих пор это с рыбкой. Знаешь, извиняюсь, что тебя перебью, интересный момент, вот тоже наблюдения мои, когда детки маленькие, они действительно, они же соприкасаются с растением. А многие родители, что я замечаю, говорят, не трогай, не надо, не нюхай, ещё что-то там, ну, опасаются, какие-то страхи есть. На самом деле, ребёнок-то, он вообще из природы создан, да, ему хочется в это вовлечься сполна, так скажем, естественно, как-то проконтактировать. Ну, интересный опыт. Я вот тебя в детстве уже так особо не помню, всё подстёрлось, да, но вот видишь, как ты вспоминаешь, есть у тебя такие воспоминания, что ты очень соприкасалась. Хорошо. Вот на сегодня отмечаю, что палитра красок, она изменилась, то есть в нашем зрении, в чувствовании, в состоянии. Вот просто вот расскажи, что у тебя происходит. Да, 100% изменилась. Замечаю, как трава, она как-то слишком зелёная. Очень яркая. Очень много стало, согласно, иногда даже глаза ревит, на самом деле, когда вот эта зелень активно проявлена в летний период, особенно на солнце, и кажется, как будто вот вообще в другой материи, в другой реальности находишься. Есть такая тоже история. Что ещё? Да, 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 100%. У меня вообще растительный мир стал больше раскрываться, конечно, благодаря дочери в целом и целительские способности. И изначально это было просто на уровне фитотерапии. Я узнавала и познавала травы более глубоко, так как нужно было восстанавливать дочку, нужно было поднимать её иммунитет. А сейчас эти знания уже раскрываются намного глубже, показывают вообще взаимодействие глубины растительного мира и органов человека. То есть даже показывают мне примеры, насколько, например, почка похожа на фасолинку, и как через фасолинку мы имеем возможность исцелять свою почку, как через травиночку мы можем раскрывать свой женский потенциал. В состоянии осознанности, да, не каждый, конечно, достиг таких успешных работ в плане того, что вообще, в принципе, детки сейчас, я смотрю, вот как бы даже наблюдая во дворе у себя, они постоянно что-то с травами делают, вот нюхают листочки, там как-то их держат. И мне тоже в команде нашей задавали менеджеры вопросы по поводу того, что как контактировать. Вот сейчас, например, листья, стоит ли собирать их, да, и вот это вот выкладывать какую-то там экспозицию, там детям же интересно это создавать какие-то букеты и так далее. Всё интересное, любой контакт, любое взаимодействие, любой проявленный интерес, это имеет свою какую-то роль сонастройки. Поэтому мы будем эти темы раскрывать, не просто так Амелия дала эту тему именно в эти временные, так скажем, параметры, потому как в этом есть какая-то заложенная задача, заложены смысловые какие-то истории. Будем сейчас изучать, познавать. У тебя есть вопросы, я так понимаю, да, на сегодня? Да, конечно. Давай мы тогда не будем терять время. Спасибо тебе за информацию. Надеюсь, мы максимально качественно отработаем на этом аккаунте и людям дадим всевозможные знания, которые только можно пройти на планете Земля. Будем пробовать и, соответственно, усовершенствовать из себя и всех. Ресурсы во всём тебе. Ну что, начнём. Диме, ты Маша, Жукова, Сахмите, Бас, ты Маша, Жук, Работа. Я вас всех приветствую. Сразу бы хотела обозначить по состоянию данного поля сборки. Действительно, вы пришли к новому уровню состояния воспроизводной, когда человеческая способность сможет уже выводить новые показатели. Димитра Маша Када. Показатели возможности проявления себя. И, естественным образом, это проявление Димитра Маша Жук Робушхода в первую очередь – это ваша суть основы. Димитра Маша Када. Ваша суть основы, естественно, чтобы человек образовал своё тело, Димитра Маша Работа, душа воплотилась в состояние человеческого ресурсного существования тела. Здесь однозначно опыт клеточных форм. Димитра Маша Харбаш Харбат. Опыт клеточных форм, он формируется за счёт, естественно, клеточных растений Димитра Маша Жук Робушхода. У вас у каждого человека есть ДНК своей формы, возможности произрастания человеческого существования особей. Димитра Маша Работа. И в связи с этими фундаментальными формами программ, которые изначально были даны человеку, Димитра Маша Жук Работа уже естественным процессом вы преобразовали свою стать. И вот эта статья системы человеческой формы образования, Димитра Маша Жук Работа, то, что вы на сегодня не знаете, хочется вам поднести, преподнести, открыть Димитра Маша Хода, открыть в знаниях, открыть физическую форму проявления материи. Димитра Маша Жук Работа говорит абсолютно обо всём, потому что ваши коды генетические ДНК, они в материи созданы именно на базовых основах ДНК. Димитра Маша Хода – ДНК растений, которые, в общем-то, окружают вас. Они вас поддерживают и в бытие, и в житии, и в системной работе Гаи. Димитра Маша Хода их можно использовать любыми способами, любыми путями. Достаточно ёмкие работы можно воспроизводить. Димитра Маша Жук Работа – В первую очередь, задача системной работы – это то, чтобы вас вывести в ресурс во всех качественных показателях. Во-первых, Димитра Маша Хода вывести вас из химических составов, перейти на природные ресурсные источники, которые вам даны. Димитра Маша Жук Работа – это природные формы системы ДНК растений производить абсолютно во всех программах, как вы только начнёте считывать, соответственно, вы будете употреблять свои бытовые формы. Димитра Маша Хода – Димитра Маша Хода. Ну и самое важное исполнение – это ваш клеточный уровень, генетический код вывести на максимально качественный показатель, то есть создать вам молодость, красоту, максимально здоровыми, возможность быть Димитра Маша Жук Работа. И применение, естественно, различных ДНК растений в разных формах системы проявленности, в обладах человечества определить. Димитра Маша Жук Работа. Ведь мир растительный вам дан не просто так, в наблюдении, хотя наблюдение, оно тоже даёт свои показатели для эмоциональной проявленности, для осознанных качественных проявлений, для вашей жизни, для жизненной энергии, дыхания. Димитра Маша Работа. Растения – это, в общем-то, жизнь ваша. Вы должны понимать, что это форма, система, инструмент, которая даёт вам жизнь во всех показателях. Мит и Машкана в дыхании, в пище. Димитра Маша Жук Работа в состоянии активности и осознанности, даже чтобы вам понимать, почему в осознанности работает. То есть есть природная сезонность, и каждое растение имеет свой цвет, насыщение в определённом времени. Димитра Машкана. Например, у вас сейчас осень, соответственно, у вас яркие краски, выраженные краски согласно осени, и деревья приобретают свой цвет, и растения также какие-то ресурсно поддерживают цвет, какие-то они, в зависимости от задачности форм. Но общая массовая система, состояние системы природных носителей, согласно растениям, то, что выводит в обиход состояние визуализации, Димитра Маша Жук Работа, то есть имеет колоссальную роль для вашей реализации. Димитра Машкана. Например, в летний период активно зелёный цвет, и в летний период в системе формулы состояния системы жизнеспособности человека, Димитра Машкана, открывается активно сознание. То есть летние месяца, весенние месяца, они сами по себе раскрывают стdie системы осознанности. То есть человек набирает ресурс за счёт этого пространства, за счёт яркости краски зелени, шестую чакру активно включает и, соответственно, проявляет на материи. Димитра Машкана. Вот сейчас осень, и у вас активные жёлтые, оранжевые, красные цвета. То есть, соответственно, подключаются все чакральные зоны для того, чтобы дополнительно брать ресурс. Соответственно, это пространство, которое работает постоянно на вас, Кажется, что безосознанно, но это абсолютное содержание системы пространственных цветов, которые работают для того, чтобы через обеспечение растительного мира Димитрия Маширбада вам помочь, соответственно, создать вам качественное проявление, качественную жизнь. Димитрия Маширбада, естественно, каждое растение на Земле, оно имеет абсолютно свой показатель, абсолютно свою задачность Димитрия Маширбада. Есть растительный мир, где души воплощаются для определённых реализаций, для определённой энергии, соответственно, для определённого сотворения. И, соответственно, души эти также будут произрастать в состоянии века активности каждого изменения и, соответственно, будут приходить уже сюда, в человеческое существо. Эти души, которые преобразовали себя через состояние системы проекции с настройки Землёй, соответственно, взяв определённые клеточные обменные поля для того, чтобы произрастить организм. Димитрия Маширбада, создать структурное состояние человеческого форма, состояние аватара. Димитромас и димашкады. Есть фундаментальная форма, они в 3D в системной работе в виде лесов расположены для того, чтобы как раз вот это наличие красок содержать, активировать эти работы. Димитромас и димитромас и димитромас и жекады, это тоже несет свой показатель и задачность. Димитромас и рабата. Но если это функциональное растение, нужно в любом случае понимать, что это растение, которое благоприятно влияет на любую форму системы задачности в зависимости от исполнения. Потому что растение абсолютно разный функционал несёт. И так интересно по функциональности в системе. Каждое растение, которое, например, произрастает на гае, оно функционально, индивидуально действует определённо на каждого по-разному. Димитромаши-жакорбата. Вот у вас есть, например, какие-то растения, которые функционально в лечебных процессах используются. Димитромаши-жакорбата. Есть фундаментальные растения, которые используются в лечебных процессах. и, соответственно, есть индивидуальная форма системы исчисления, потому как МИТ и МАШ и ЖКРБАТ вы произросли вообще от разных растений и с разными задачностями сюда пришли. И в зависимости от того, с какими вы функционалами изначально сюда вошли, с какими ДНК, растительными компонентами, изначально водные, базовые, системные работы были на ГАИ, соответственно, человеческая суть преобразовала ваш характер, Димитра МАШ и БАТа, ваши эмоциональные составляющие, ваше состояние тела, в том числе и ваше заболевание, либо чистое тело, качественное, Димитра МАШ и Дамаша ЖКРБАШКАДА. И задача, естественно, в первую очередь вам показать вашу структуру состояния рождения, состояния аватара, найти эти коды ДНК, коды генных ключей, которые активируют возможность состояния вашей реализации, использовать их в максимально качественной частоте для того, чтобы себе помочь быть в качестве, в качественной жизни, в качественном содержании, в том числе и в питании, и в быту, Димитра Маш и БАТа абсолютно везде, потому что растительный мир на сегодня Димитра Маш и БАТа однозначно открывает роль системы взаимодействия с человеком в максимальной своей проявности и многогранности Димитра Маш и БАТа. То есть масштаб растительного мира на сегодня будет открываться в базовых знаниях, в системе материализации Димитра Маш и БАТа, для того, чтобы вы пришли к этим новым функционалам жизнеспособности. То есть растение – это для вас определенный инструмент во всем. Димитра Маша и Димитра Маш и БАТа. Если рассмотреть вообще, в принципе, любое растение, Димитра Маша и Жакарба, Жакур БОЛШ и БАТа, то есть из состояния семени произрастает форма системы основы, так же, как и семени произрастаете вы, в общем-то, вы подобные растению изначально по функциональной форме. Димитра Маша и Жакарба, Жакур БАТа, вы точно так же. То есть вы на воде обеспечены, Димитра Маш и БАТа, у вас есть день и ночь, у вас солнце, дневная форма, когда система дает вам возможность реализовывать матричные программы. И тут очень активная форма сонастройки, система человеческого существования, изначально подобие растению и растение подобие человеку, Димитра Маша и Жакур БОТа, активируется на этой фундаментальной программной основе. Димитра Маш и БАТа, но здесь нужно понимать, что вы произросли из форм состояния ДЛК, соответственно, ваша форма способности на сегодня использовать этот ДНК во благо себя, имеет свою возможную качественную роль, во благо, опять же, развития человечества. И поэтому этот функционал возник именно во время, когда сейчас идет определенная загрузка фундаментальных программ для того, чтобы развивать человека, запускать это жизненные особенные роли и, соответственно, сотворять этого нового себя в проекции новых возможностей временных основ. Димитра Маш и БАТа, и, соответственно, моя задача – донести вам эти знания, раскрыть вам этот потенциал Димитра Маш и БАШ и Жакур БОШ и Жакода, раскрыть вам эти кодовые значения, раскрыть генетические формы образования себя Димитра Маш и БАТа. И, опять же, это все для того, чтобы выйти из химических составов, открыть все всевозможные ресурсы, обновить вас по телу, обновить вас по эмоциональным содержаниям, в чистоте вашей осознанности вывести. И, соответственно, это функционал, комплекс на работе в состоянии системы содержания вашей жизни. Димитра Мас и Димитра Маш и БАШ и БАШ и БАШ и БАШ, и даже на уровне дыхания либо взгляда можно преобразовать свои формы работы. Мы этому будем учиться с вами, Димитра Мас и Димитра Маша и БАШ и БАШ и БАШ и БАШ, и, соответственно, познавать этот мир во всей красе, во всем проявлении, который есть для жизнеспособности людей. Потому что весь растительный мир, если рассматривать с точки зрения человека, Димитра Мас и БАШ и БАШ, он абсолютно определен для того, чтобы вам помогать. Димитра Маша и БАШ, но помогать в какой степени, насколько вы осознаете этот процесс? Кто-то, например, применяет чаи, травы, какие-то растительные компоненты в своем питании, Димитра Маш и БАШ согласна своему осознанному содержанию, и, соответственно, помогает себе двигаться в этом пространстве. А кто-то не знает вообще этой глубины, а кто-то даже не принимает. В 3D-формате на сегодня есть такие люди, которые абсолютно не понимают и сути, не осознают процессы, не применяют в своих практиках, в своем потреблении Димитра Маша и Жакарбат. И очень жаль, что такие природные ресурсы, которые даны вам абсолютно бесплатно в доступе, и просто нужно обладать этими знаниями Димитой Машкадой, применять и, соответственно, во благо себе вести в этом пути. Димитра Мастер Димитрия, БАШ и Жакарбат. Поэтому моя задача вам помочь открыть этой потенциальной формы системы знаний, соответственно, ваша задача применять, открывать этот новый мир для своих возможностей, открывать себя, способными быть в новом рождении себя через проявление таких возможностей. Димитра Мастер Димитрия, БАШ и Жакарбат. А в этом действительно заложена колоссальная задача открыть вам все способности Димитрия, БАШ и Жакарбат. Потому что вы на сегодня вибрационно абсолютно осознанные существа, которые можете принимать информацию, которые можете применять в своих ресурсных формах работы, соответственно, открывать для себя любой ресурс для жизненной способности, для качественной жизненной способности получения результатов. Димитрия, БАШ и Жакарбат. Поэтому я вам в этом пути желаю, естественно, качественных знаний, качественных раскрытий себя в первую очередь, раскрытий растительного мира во всех проявленностях, потому что каждое растение Димитрий Машкад имеет способность для чего-то, для какой-то цели, для какой-то миссии существовать, и изучение каждого растения, естественно, даст вам абсолютно эволюционное содержание для себя, для того, чтобы проявить себя в новых, новых, содержащих жизнеспособных работах, опять же, для качества жизни. Димитрий Машкад, Димитрий Машкад, поэтому вы можете сейчас смело задавать вопросы. И вот эта организованная система платформы, которая на сегодня вам подана для того, чтобы реализовывать эти знания, Димитрий Машкад, мы будем очень много изучать в практиках, мы будем расчеты создавать, мы будем физически в материи проходить эти опыты для того, чтобы, естественно, получать эти знания и создавать это базы для жизни для себя, и, соответственно, модернизировать себя в первую очередь. И следующий показатель, который тоже очень важный по задачности, это когда я вам говорила о том, что сейчас в эволюционном времени состояние питания, растительного питания, это ваша энергия, это ваше качество, это ваша диаметром о широком работы, проявление новой формы, потому что если вы в энергии, в ресурсе, не засоряете свои организмы, соответственно, вы уже становитесь более осознанными существами, которые могут познавать и могут применять новые формы системы жизни. И сейчас тут период, когда вы как раз познаете себя, когда вы себя проявляете в максимальной частоте, в плане системы целостности, развития себя, в плане системы живого, чистого, качественного аватара организма, Димитр Маширбот и здоровых сохранений органов на сегодня, Димитр Маширбот, это сохранение аватара до конца бытия в качестве ресурсов, на сегодня это возможно. Димитр Маширбот, также возможно перейти на системное состояние питания, например, все, что создает растительная укомплектация по состоянию, съел одну таблетку и в ресурсе, Димитр Маширбот до этого достаточно для клеточных мембран, при определенной вибрации, при определенных показателей. То есть мы стремимся на сегодня абсолютно все цивилизации Димитра Маширбот вывести на вас на качественный уровень, который максимально дает по жизненным способностям, естественно, сохранить аватар максимально качественным для ваших программ, для вашей реализации времени. Димитр Маширбот, чтобы вы во времени своей использовали максимально качественные способности, соответственно, были энергоемкие. А чтобы быть энергоемкими, Димитр Маширбот, нужно обладать энергией. И сегодня особо много всяких химических форм, форм существования в вашем пространстве, ваших эмоциональных форм работы, Димитр Маширбот, засоренных слов и так далее, которые действительно вас заземляют, не дают вам этого развития, который вообще абсолютно возможным. Возможным быть в чистоте, в честности, в проявлении, в здоровом молодом аватаре Димитра Маширбот пройти всю жизнь и, соответственно, быть в энергоресурсном состоянии, содержании. Димитр Маширбот, задача такая оптимальная, достаточно емкая, абсолютно возможная, но просто нужно все изучать. Димитр Маширбот, потому что каждый компонент, он открывает свою суть. Кому-то создать, например, качественную среду в теле, кому-то открыть состояние осознанности, чистоты, кому-то открыть вибрационный звук по состоянию содержания, для того, чтобы работать в пространстве определенно по другим словам. Димитр Маширбот, система растительного мира, она настолько многогранна, настолько многофункциональна, настолько целостна, что нам хочется вам показать эту форму системы жизненных способностей, которую вы абсолютно можете для каждого себя вести. Димитр Маширбот, поэтому познаем мир, мы открываем эти возможности, это интересный мир, это интересная жизнь Димитра Маширбот, это интересные возможности, о которых человек даже не догадывается, потому что вы находитесь в этом пространстве и за много веков, и просто не открыли эту способность для себя. Вы открыли на определенном уровне систему знаний, как себе помочь в экстренных ситуациях, может быть, как-то применить Димитр Маширбаширбот, но мир матричных работ программ, как только вы осознанностью входите в тот источник системы знаний, начинает открывать вам новые программы системы существования. Соответственно, все ваши бытовые ресурсные формы работы, ваше питание, все ваши косметологические какие-то средственные формы Димитра Маширбот, которые вы употребляете в своем каждом дне, они, естественно, будут с учетом осознанности приобретать новые формы системы допустимых программ Димитра Маширбата. Программа новой оформленности, естественно, построена на природных источниках. Естественно, самая основная задача – это выйти из показателей системы химических формул. Димитра Маширбата. И, естественно, задача номер один – это преобразовать ваши аватары, ваша молодость, красота, здоровье, ваша ценная энергия, Димитра Маширбата, ваша ценность времени. Тут учитываются абсолютно все показатели. Димитра Маша, Димитра Маша, Димитра Маша. И мало того, что многие не обладают знаниями, что абсолютно каждый плод в состоянии растительного мира несет определенную задачность, еще емкую задачность. И вы можете рассчитывать, когда эти плоды высаживать, когда потреблять, когда смотреть, когда просто нюхать. Димитра Маша, Димитра Маша Рабата, они работают очень многофункционально, и, конечно, хочется это все вам преподнести в виде знаний, соответственно, воплотить вашу жизнь. Димитра Маша Рабата, вам ресурсного путешествия в этот мир. Димитра Маша, Жукурбаш, хода самых качественных плодов от знаний, которые вы на сегодня познаете и приходите к ним. Димитра Маша, Жукон, замага, ваши вопросы. Ну что, перейдём к вопросам, уважаемые аудитории, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, Алена будет обращать на это внимание, Алена, задавай, какие у тебя есть вопросы, будем раскрывать эту новую форму для себя, мне тоже интересен этот мир, потому что уже проявляется эта вся история, и хочется, конечно, познать, уже есть такие нотки энергии, которые говорят о том, что, а что дальше, что будет дальше, и что там интересного заложено. Ну что, в добрый путь, как говорится, ваши вопросы. Дмитрий Дамашкад, абсолютно любой человек, который находится на Земле, имея свою форму системы существования, аватара, Дмитрий Машербашербата, чтобы выйти на клеточный уровень, чтобы прийти вообще через клеточную работу сюда на Землю, по материализации, по вашим показателям программ, Дмитрий Машербат, естественно, должен обладать состоянием активности формы ДНК. ДНК работа, должно наработать определенный перечень активных сэнергий, которые дают возможность воплощения клетки преобразовать человеческую стать. Дмитрий Машербашкад, поэтому, естественно, если вы люди, если вы существа, человеческий образ имеете, Дмитрий Машербата, естественно, преобразование ваше изначально только через ДНК растения. Димитромаш и жабата. Что касается, как вычислить, из какого растения я состою, Димитромаш и жабата, из каких форм существования, естественно, мы будем учиться этим базовым знаниям, определять, настраивать для того, чтобы вывести этот код генетического ДНК и, соответственно, использовать себе во благо, потому что самая основная задача – это раскрыть себя, раскрыть свой потенциал, и, соответственно, из чего вы состоите, это основной фундамент. Соответственно, фундамент – это раскрытие в потенциальной работе у нас абсолютно допустимо в знаниях, абсолютно возможно каждому человеку, кто занимается собой, кто на уровне определенного состояния осознанности, находится на сегодня Димитромаш и жабата. В этом задача моя, чтобы вам раскрыть этот потенциал и раскрыть эту формулу системы существования. Димитромас и Димитромас и Димитромаш и жабата. Поэтому у вас у каждого абсолютно есть определенные содержащие работы в плане того, что вы все произросли из растений, Димитромаш и жабата. Вопрос, из какого растения вы произросли, мы будем с вами выявлять, мы будем определенно рассчитывать ваши формулы существования, исходя из вашей материи, из ваших показателей. Вы будете анализировать, почему у вас, например, тело такое, почему некоторые тонкие, например, кости, лёгкие кости даны, а кому-то такие очень тяжёлые кости даны по структуре сборки аватара, либо определённый мышечный каркас по-другому сложен, мощный, либо тонко сложенный, Димитр Машкал. Это же всё формула состояния системы изначально фундаментальных работ тех растений, которые введены в ваши поля для того, чтобы образовать вашу клетку изначально по материи. Димитр Маскал, Димитр Маш и Жакарбата. Поэтому это изучение, естественно, требует знаний Димитра Машарбата. Эти знания, распаковки абсолютно сегодня выдаются, и я буду их выдавать для того, чтобы вы пришли к усовершенствованию себя. И задача у меня – вывести вас в интенсивно работающую формулу системы жизненной способности, чтобы вы были в энергии и в качественном теле. Димитр Маскал, чтобы дойти до качественного тела, нужно понять исток. Исток возникновения вас самих, и, соответственно, мы будем с вами естественными расчётными формулами преобразовывать, открывать в себе эти возможности, выстраивать свой клеточный уровень и находить свой ДНК. На уровне системы базовых основ, которые сегодня даны, Димитр Маскал, Димитр Машарбата, базовых знаний, уже системная работа о чём говорит, о чём проявляет себя. Димитр Машарбата, например, у человека есть определённый свой какой-то вкусный носитель по питанию Димитр Машарбата, связанный с растительным миром. Например, вы очень любите яблоки, либо апельсины, либо там черешню Димитр Машарбата, либо чаи травяные. Это уже говорит о том, что у вас есть подача системы материи, которая вас поддерживает. То есть инструменты приходят именно такие, которые на сегодня вам помогают в этой жизни вести это обеспечение. И поэтому у вас вкусовые формы особо привлекательны к этим особым пищевым продуктам Димитр Машарбата, к особым растениям, которые у вас на сегодня выражаются явно выраженным качеством и потребностью. Димитр Маскал, Димитр Маскал, Димитр Машарбата. Соответственно, в том числе, например, когда к вам приходят растения, например, высадить ваш огород, либо там просто ваши цветочные какие-то мероприятия исполнить Димитр Машарбата, например, к вам дарят какой-то цветок. Он к вам приходит для того, чтобы раскрыть определенный потенциал. Значит, у вас есть формула системы взаимодействия по кармическим формам, по существованию, по каким-то энергиям, по каким-то программам и так далее. То есть не просто так не приходит ни одно растение, оно несет обязательно какой-то функционал. Просто нужно понимать, как с этим растением дальше обращаться, почему это растение пришло, почувствовать его, раскрыть его, соответственно, фундаментально выстроить свою работу в каждодневном потоке выстроить для того, чтобы обретать эту силу и мощь за счет него. Если оно к вам приходит, значит, оно имеет какой-то ресурс. Высчитать, для какого ресурса он дается, это растение. Димитр Машарбата, для какой выработки эмоций, либо для тела созданный материал для того, чтобы вы обеспечили эту работу. Димитр Машарбата. И каждое функциональное движение, которое в системе у вас вообще, в принципе, есть, ваши потребности, ваши вкусовые явления, ваше состояние в моменте, все, что касается растения, они определены, просто нужно глубину раскрывать, потому как в этой глубине заложен смысл вашего существования, потому как растительный мир – это ведущая форма системы вашей жизни, потому что вы дышите за счет растений, которые вам дают, вам обеспечение этого воздуха, этого содержания вдоха-выдоха, вашей жизненной энергии. Димитр Машарбата. Вы питаетесь растениями, Димитр Машарбата. Вы применяете в любых средствах, в бытовых, в своем теле Димишкана, для своих волос, для своих глаз, для своих вообще любых функциональностей. Димитр Маша, Димитр Машарбата, чтобы обеспечить себе эту жизнь. Просто вы ведете автономно или этой глубины не считываете, а на самом деле тут великая работа ведется. Димитр Маша, Димишкан, даже просто взглядом за окном, если у вас какое-то растение высаженное, и вы безосознанно постоянно производите форму функциональности, постоянного зрения, оно является важной ролью для вас, потому что вы постоянно включаете этот сегмент для своей реализации. Это в чем-то сила, это в чем-то ресурс, это в чем-то вас ведет и, соответственно, реализует. Для вас определенные программы. Димитр Маша, Димитр Маша, Димитр Машкада. Естественно, особенная роль – это включиться в этот процесс, включиться в эту матрицу и, соответственно, помочь себе любым путем, потому что это вам дано. Просто раскрыть глубину, раскрыть качество и, соответственно, познать себя. Камиля, а как душа выбирает, в каком растении воплотиться? Димитр Маша, Димитр Маша, Ди Жукур Бот. Системы сборки по состоянию, по монаде имеют свою ресурсную стать, задачность и миссию по выполнению, потому что каждый источник системы монада должен существовать. Существовать в системе Абсолюта, в системе Бога и, соответственно, поддерживаться любимыми путями энергополями. Соответственно, и ресурс накопления изначально, Димитр Маширбады, он произрастает в каждой матрице согласно этим полям. Димитр Маширбады, Димитр Маширбады и Душа выбирает, какой опыт взять для того, многофункционально собрать себе аватар для системной работы, например, Нагаи. Человек – это осознанное существо, которое уже больше продукта вырабатывает в виде энергии, в виде эмоциональной составляющей. Соответственно, тут набор должен быть соответствующего качества. И, естественно, есть фундаментальные растения, которые работают на определенную фундаментальную сборку. Есть многофункциональные растения, мы тоже будем с вами эту градацию всю проходить в знаниях. Димитр Маширбады, вы также будете использовать в своем применении. Димитр Маширбады, Димитр Маширбады. Естественный процесс каждого существования формы обихода каждого ДНК растения имеет свою статью роль по организации сборки человеческого существования, самого максимально осознанного существа, которое может быть в системе ГАИ произведено, Димитр Маширбады, по вашей вибрации. И, соответственно, эта сборка производится через разные показатели. Соответственно, Душа планирует, какие формы системы сборки набрать, через какие ресурсы активировать клетку, даже цвет кожи, состояние кожи, цвет глаз. Это же все определяется через фундаментальное клеточное обменное поле. И, соответственно, характер, какой вывести, какую эмоцию выработать, чтобы чейку эту поддерживать, соответственно, монотическую, божественную энергию активировать все больше и больше. И естественным источником состояния, естественно, это сборка по расчету, по активности, опять же, все фибоначи, все цифры, все ДНК работают, растения активируют виды Маширбады, свои возможности функциональной формы. И, естественно, выдается уже общая функциональная форма, какие потребности есть, какие нужно доработать, и то растение, естественно, производится воплощение у души. Димитр Маширбад. Потом эта сборка производится максимально качественно, максимально ресурсно, и, соответственно, на этой сборке уже произрастает человеческая форма. Аватар, когда всегда в комплексе, всего хватает, соответственно, собрано все необходимые ресурсные содержания для того, чтобы вырабатывать эмоции определенного состава по задачности у души, и таким образом система развивается. И, естественно, развивается она и поддерживается дальше по функциональности, поэтому у вас есть определенные любые травы, любые овощи, любые фрукты, какое-то дерево, какое-то растение любимое Димитра Маширбада, которое привлекает внимание, которое физически, функционально тоже выполняет свою роль. Вы просто это не остановите, в этом глубинном содержании несете. Даже просто какой-то, например, стол столовой, который у вас есть на кухне, Димитра Маширбада, он исполнен из дерева, он несет свой функционал, потому что у вас заложены эти формы системы активности, формы существования. И здесь задача усилить все, что заложено, усилить, соответственно, осознать, привнести, активировать, Димитра Маширбада раскрыть свои потенциальные формы и, соответственно, улучшить свое качество жизни за счет этих знаний и работ. Димитра Маширбада, а то, что системное строение клеточных мембран, естественно, имеет фундамент, и то, что нужно определенное количество энергии пройти по функциональным, фундаментальным программам, это однозначно, чтобы прийти к человеческой статье. А все характерные черты уже индивидуально, душа активно отрабатывает, согласно, опять же, выданным материализациям по ДНК-воплощениям, опять же, по своим задачностям. Хамиля, а на сегодняшний день какую информацию мы уже можем получать через деревья, через растения, цветы, и как нам наладить эту связь с растительным миром? Димитра Маширбада. Вот как раз мы в исполнении, вы заметили на практиках, Димитра Маширбада телепатический язык выводим на активную форму работы, а дыхание – основа жизни, о чем я вам говорю, это потому что действительно основа жизни. Димитра Маширбада, когда через дыхание включается функциональность и состояние работы зрения, обоняния, осязания, Димитра Маширбада выводит вашу функциональную возможность на качестве энергии, когда вы познаете растения из состояния глубины, из состояния своего тела, эмоций, чувства, сознания. Димитра Маширбада. И задача – вывести вас на такую частоту, когда в это растение будете глубоко рассчитывать. Димитра Маша, Димитра Маширбада. И на уровне того, что на сегодня вы что-то любите, соответственно, включают в более активную связь. Это просто сонастройка на более функциональной формы, это помощь себе, Димитра Маша, Джокурба, Шкода. И таким образом мы постепенно вовлекаем ваше осознанное состояние, вашу материю для реализации новой формы жизненной способности. Димитра Маша, Димитра Маширбада. Новая форма жизненной способности заключается в том, чтобы почувствовать этот мир. Димитра Маширбада. Телом ощутить, эмоциональными составляющими, зрениями, звуковыми вибрациями. Соответственно, это нужно всё чувствовать. Димитра Маша, Джокурба, А чтобы это всё чувствовать, естественно, нужно быть чуткими сами по себе, соответственно, возрастить эту жизненную потенциальную энергию, которая позволит вам это раскрыть. Спасибо огромное. У нас сейчас уже в Матрице есть достаточно много знаний о растительном мире. Серия эти знания актуальны? Или какие-то будут изменения у нас в 4D? И как нам вообще отличить какие-то сакральные знания от обычной фитотерапии? Алиса Джокурба, Димитра Маширбада. Естественно, базовые знания, которые вам даны были в 3D, это помощники ваши на постоянной базовой определённой производственной программе. То есть это те фундаментальные формы, которые есть для всех, обеспечивают и в лечебных свойствах, и в каких-то удовлетворениях. Димитра Маширбада просто пойти, например, в баню, использовать какой-то веник. Димитра Маширбада – веник, который сложен из ДНК растений, который абсолютно несёт для тела и для эмоций определённое содержание, для того, чтобы улучшить вашу качественную жизнь. Димитра Маширбада. И если рассмотреть вашу матрицу, исполнение состояния ДНК растений есть во всём. Димитра Маса, Димитра Маширбада. Вы, естественно, соприкасаетесь во всём. И всё, что с вами производится, это фундаментальные знания базовых показателей. Потому как, чтобы прийти к системе глубины, любой человек должен обладать абсолютно базовой системой. Димитра Маширбада. Базовая система. Вы научились говорить слова, например, прошли буквы, цифры Димитра Машкада. Это базовая система. Димитра Маширбада. Вы научились обращаться с растением, что, например, заваривать чай, что нужно вкушать в салатах, в МИТе Маширбада, просто использовать плоды для питания. Это базовые знания. Димитра Маса, Димитра Маширбада. Естественно, формат 3D по обеспечению своей жизни несёт эти базовые знания. Во-первых, для того, чтобы человеческая суть существовала. Каждая клетка гармонично работала в определении энергии и была здорова, соответственно, это витамины, минералы. И это базовое знание как фундамент, он введён в вас как поле системы абсолютно обособленной энергии, которая в жизнеспособной материи, естественно, произрастает в каждом моменте. Димитра Маса, Димитра Маширбада. Вы сейчас эти базовые знали и познали. Вы научились кушать, вы научили применять, вы научились понимать, что вам нужно кушать. Димитра Маширбада, что использовать в питье. Например, уже концентрированные напитки, они вам не идут уже по частоте вибрации, и вам хочется свежего сока. Например, это уже осознанно восприятие глубины. Димитра Маса, Димитра Маширбада. Но вся матрица, которая вам была, обеспечивала вам фундаментальную работу в 3D, она вас научила вообще, в принципе, программам существования. Программа существования – это, опять же, вашу клетку поддержать на уровне системы фундамента энергии, ДНК растений, которые вы потребляете и которые вы ведёте для жизнеобеспечения. Димитра Маса, Димитра Маширбада. Поэтому все функционалы, они выполнены изначально, фундаментально. Вы научились жить, вы научились выживать. Димитра Маширбада для того, чтобы содержать свой аватар во времени – это самая основная фундаментальная обязанность и практика, и знания Димитра Маширбада. Теперь ваша задача – выйти на новый показатель, то есть узнать глубину всего того, что вас произвели. Спасибо огромное. У нас ещё был очень интересный вопрос про деревья. Есть популярная практика объятий деревьями. Насколько она актуальна сейчас у нас в 4D, и насколько верно женщинам обниматься с деревьями женской стати, например, берёза, ива, а мужчинам обниматься с мужскими статями, дуб, клён и так далее. Линза Боша Жакурбада. Это же опять же знание Димитра Маширбада. Естественно, контактная форма системы тактильности, она абсолютно даёт обмен. Димитра Маширбада. С человеком вы обнимаетесь, с деревом вы обнимаетесь, с растением вы взаимодействуете через гляд. Это обмен, это система сонастройки, вступает в программная форма для какой-либо реализации задачности. Естественно, это полезно. Нужно только понимать, с чем обниматься, как обниматься, с какими задачами функциональная ДНК. Естественно, это знание. Димитра Маширбада, то, о чём вы сказали, женские энергии работают по функционалу. Например, если наименование состояния системной работы древа имеет мужскую сталь системы имени, соответственно, это мужские энергии. Вы можете пока распознавать и понимать, изучать именно таким образом. Димитра Маша Жакурбада, например, женские энергии, они имеют через женское имя, так же, как у вас, и, в общем-то, вы подобное подобным. То есть у вас женское имя имеет свои показатели именной формы. Димитра Маша Жаконца, Митра Маша Жакурбада, мужские свои. И таким же образом растения по названию точно таким же образом и работают. Митра Маста, Димита или Маша Жакурбада. Женскую энергию, либо мужскую запустить, вы тоже можете понимать для себя. Если, например, у вас недостаточно ресурсов, вы можете запустить мужское древо для себя, Обняться и, соответственно, получить Естественный результат, получить эту силу и мощь Димитра Машрабада, рассчитать дерево По значению состояния цифры И, соответственно, эту цифру запустить в себя Через состояние тактильности, состояние дыхания Состояние системы чувствования Но это все нужно развивать Димитра Машрабада Либо просто употребить чай с плодами И это тоже даст вам ресурсы Соответственно, даст вам определенную силу Димитра Масрабада Этим мы и будем с вами заниматься Для того, чтобы Димитра Масрабада Открыть эти способности Например, у кого нет вообще мужской энергии в состоянии поля, и у женщины нет возможности просто получить эти объятия. Хотя вы парни, существа, вам просто нужно в этом иметь баланс, гармонию, активность, движение, жизнь и так далее. Димитра Маширба-шурбата. Женщина может восполнять, например, обнять дуб Димитра Маширба-шурбата и принять эти энергии для того, чтобы получить эти качественные энергии мужского эквивалента, соответственно, усовершенствия себя. И тогда женщина будет тоже в балансе. Потому что если преобладание женских энергий и нехватка мужских, дисбаланс производится, и нет тактильности, нет взаимодействия эмоционального, женщина тоже разрушается. Димитра Маширба-шурбата. И здесь за счёт таких знаний можно поддерживать свой функционал, соответственно, таким образом, естественно, привлекать энергию. На эту энергию будут привлекаться в том числе и мужчины. У мужчин, наоборот, если женские поля, Димитра Маширба-шурбата. И, соответственно, таким образом, способом и знаниями вы можете преобразовывать свои функциональные формы. Спасибо огромное. Камиля, а как с помощью растений мы можем корректировать свой психоэмоциональный фон? И какие вообще комбинации растений помогут создать для нас такую спокойную и благостную окружающую среду? Димитра Маширба-шурбата, опять же, знания Димитра Маширба-шурбата. Каждое растение, оно работает на функциональную форму. Соответственно, нужно обладать определёнными знаниями для того, чтобы понимать, какое растение для чего работает. Димитра Маширба-шурбата, это можно через расчёт выявлять, это можно через состояние системы чувствования развивать. Вы сейчас активно на практиках развиваете чувствование по отношению к растениям и через дыхание, через способность, состояние системы возможности уровня инструмента открывать эту способность для своей дальнейшей жизненной роли. Димитра Маширба-шурбата, то есть самая основная задача – это чувствовать, естественно, это вывести, потому что и вам это чувствование очень хорошо будет даваться. Почему? Потому что вы произросли из этого возникновения димитра шурбата клеточных мембран, соответственно, и почувствовать формы своих фундаментальных растений вы сможете очень быстро. Димитра Маширба-шурбата, просто нужно этот контакт наладиться, настроить эти функциональности. Димитра Маширба-шурбата. Когда вы чувствуете, уже можно подключать массу инструментов различной формы для того, чтобы проявить определенную задачность, получить определенную цель и, соответственно, получить результат. Димитра Маширба-шурбата, потому что каждое дерево, оно абсолютно функциональное, оно абсолютно работает через тело, оно абсолютно через визуализацию работает, оно через состояние абсолютного проектирования иллюзорной формы. Димитра Маширба-шурбата, например, если нарисовать кленовый лист, он тут же даст вам возможность активировать, если нет, например, вашей территории, возможно его увидеть. Димитра Маширба-шурбата. Поэтому здесь действительно безграничная форма системы знаний, мы постепенно будем загружать для того, чтобы вы максимально были способны в своем потреблении улучшать свою жизнь и, соответственно, создавать себе качество. Спасибо огромное. У нас тогда последний вопросик еще от аудитории. Правда ли, что мы можем использовать растения как талисманы? И какие тогда растения нам необходимо выбирать для себя как талисманы? Димитрий Маширбош, Жуконцы, Мегра Маширпада. Вы абсолютно можете использовать любое растение, которое ваше функциональное, ваше качественное растение, которое вам задает определенные параметры для определенных выработок, рассчитая, создавая в материи Димитрий Маширбош, улучшая свои структурные формы. Они среди вас есть, они обязательно работающие, просто вы на это пока внимание не обращаете, потому что, чтобы обратить внимание и саккумулировать эту энергию на поток и даже внимание, соответственно, на это должна сила и мощь и ресурс быть, соответственно, вы должны осознавать этот процесс как минимум. И, соответственно, Димитрий Маширпад. Есть в определенных территориях определенные деревья, которые многофункциональны, они работают постоянно. Например, Россия славится березами, Димитрий Маширпад, везде на территории есть березы. А почему? Это такой очень глубокий вопрос знаний. Димитрий Маширпад, Димитрий Маширпад, а почему, например, в тропиках их нет? Димитрий Маширпад, я все буду рассказывать, я буду пояснять, потому что в каждой функциональной цифре своей территории, своей страны имеются свои функциональные базовые сонастройки программ, и деревья, и программы системы определенных продуктов, питания, работы для того, чтобы поддерживать определенную эмоциональную, физическую стать на определенной территории. Это все рассчитано досконально, божественная энергия запущена туда, куда надо, и для целей, и для задач, для того, чтобы вы потребляли. Димитрий Маширпад, вопрос глубины, вопрос того, насколько это потребление в глубине у вас фиксируется. Если есть источник, инструмент, почему бы его не зафиксировать, почему бы его не принять и, соответственно, не высвободить на максимально качественное ресурсное явление? Димитрий Маширпад, потому что это ваши витамины, это ваши минералы, это ваши раскрытия, это ваши новые возможности, это ваше чистое сознание, это чистый эмоций, это чистое тело, Это обновленное тело, качественно цельное. Деометром астетиметром ашер-машер-бат. Естественно, ваша задача модернизировать себя с помощью всех форм системы существования растений, которые есть, и в том числе из которых вы состоите, которые у вас есть в территории, которые вы можете потребить на своих обменных полях и, соответственно, усилить свои возможные качественные формы существования, ну и преобразовать тем самым любыми способами себя. Деометром ашер-бат. И еще непосредственная задача, которая абсолютно важна в эволюционном времени, это научиться в содержании питания вывести определенную сонастройку по ДНК, и, соответственно, если вы выведете по расчетам, по своим функционалам, по знаниям, базам, которые я вам даю, Деометром ашер-бат, в свою формулу существования, то у вас не будет потребности в еде. Деометром ашер-бат – это тоже новый способ системы существования, о чем я вам говорила, что системная работа, чтобы клетку питать, нужно просто источник своего истока знать. Деометром ашер-бат, если ваша клетка состоит из определенных трех растительных компонентов, соответственно, вы нашли эти три растительных компонента, вы можете сублимировать это растение, соответственно, на этом просто существовать. Это абсолютно возможно, это вам дает энергию, мощь, хороший иммунитет, это хорошие качественные показатели тела, Деометром ашер-бат, хорошие эмоции, соответственно, сознание. Деометром ашер-бат, но здесь уже, здесь определенно нужно изучить себя, определенно нужно включить эту распаковку состояния генетического кода, который абсолютно на сегодня распаковывается вашим осознанным восприятием вашими возможностями и Димитр Машкад и вашими скоростями. Поэтому всё будем изучать и, соответственно, сотворять новых вас. Камиля Рибаса за ответы, Ирина, благодарим вас за проведённые энергии. Очень глубоко, очень интересно. И на самом деле поднимается сразу такое вдохновение ещё глубже изучать эту тему, ещё распаковывать и распаковывать эти знания. Благодарим вас, потому что невероятное внутри чувство лёгкости, вдохновения от этих знаний. Спасибо вам огромное. Димитр Машкад и Димитр Машкад, изучайте. Действительно, это ваша форма, система новой жизни. Димитр Машкад и Башкад, это ваши новые возможности. Скоро вы придёте к тому, что каждое растение Димитр Машкад, Димитр Машкад, оно звучит по-своему, оно имеет свою мелодию, так же, как и вы. Вы имеете свой вибрационный звук, и вы можете найти даже на состоянии своего обеспечения, на чувственных параметрах, на новых вибрациях, которые вам сегодня даны, найти своё растение, даже не обладая знаниями, только по чувствованию прийти к этим состояниям. Но если вы осознаёте, вам обязательно придёт событие. Соответственно, вам нужно осознавать любой процесс, обладать знаниями, для того, чтобы это событие включилось в вашу программу, соответственно, сотворило материю. Поэтому ваша задача, естественным образом, прийти к этим новым показателям, Димитр Машкад и Башкад, это новые возможности, это новый ресурс, который даст вам абсолютно по-другому существовать, и научить ваше поколение новым формам обращения. Димитр Машкад и Башкад, поэтому созрела эта практика, созрела этот аккаунт, эта платформа для того, чтобы развивать. Я буду очень много знаний давать Димитру Машкад, мы будем проходить разные формы системы, практических форм в материи Димитра Машкад, учиться этому новому жизненному способу существования, и, соответственно, в этом моя задача, открыть вам это новое существование и реализовать вас в максимальной частоте, в максимальной проявленности для того, чтобы вы были успешны в своей жизни на особенной роли. Димитр Машкад и Башкад, в первую очередь, это здоровый, качественный аватар, это здоровое, качественное зрение, Димитр Машкад, слух, звук, МИТА МАШ ЖУК РУБОШКОДЫ, ваши волосы, интересный способ просто, тоже дает возможность, если вы ДНК открываете, то вы можете преобразовать волосы, даже создать себе цвет. Димитр Машкад и Башкад, Каждый орган работает определенных формов существования. Димитр Машкад, просто нужно раскрыть это. эти познания, соответственно, сотворить. Димитра Масома, это Димитра Маширбата. А чтобы сотворить, нужно применить. А как применить это? Нужно обладать знаниями. День дорожки работы. Вам успехов в этой реализации новой формы жизненной способности. Естественно, это достаточно долгая работа над собой, но это абсолютно качественная работа и в моменте сотворяющая все реализации Димитра Маширбата и несущая все плоды для основы. Поэтому будем изучать с вами совместно, и я вам буду с удовольствием это показывать. Вот, вам всех благоприятных форм Димитра Маса, Димитра Маширбата. А пока подумайте для себя, Димитра Маширбата, почему вам вкусно определенное растение, почему вам манит и тянет определенное внимание на определенный, например, цветок, либо вы постоянно прикасаетесь к каким-то растениям. Просто подумайте. Димитра Маширбата, я вас уверяю в том, что это не просто так создана ваша матрица, это ваши друзья, это ваша поддержка, это ваша функциональность, это ваша энергия, это ваша задачность по решению любой формы системы, это ваш ресурс. Димитра Маса, Димитра Маширбата, поэтому обратите внимание, какие ресурсные содержания, что у вас в доме, что у вас за окном, что у вас в постоянной проекции. Димитра Маширбата, это все ваш ресурс, это ваша сила, это ваша мощь. И эту силу и мощь нужно направить на себя, открыть все возможным и, соответственно, сотворить максимальное качество. Всем ресурсов, всем благоприятных знаний, Димитра Маширбата и максимально качественных результатов от знаний по показателям. Алена, я тебя благодарю за такие прекрасные вопросы, аудитория вас за внимание. Мы открываем сегодня аккаунт, соответственно, подписывайтесь, там будет постоянно обновляться информация, Алена будет с вами работать, создавать вам новые ресурсные знания, в том числе и я буду помощником. Поэтому двигаемся дальше в новый мир, в новый растительный мир, изучаем и в первую очередь изучаем себя и помогаем себе. Всем ресурсы и каждого качественного момента, каждого качественного дня. Прибасим.